Каждый живущий в нашем городе прекрасно знает, что одна из улиц нашего прекрасного Курска носит имя Петра Ильича Чайковского. Но далеко не все знают, что великий композитор дважды побывал на Курской земле. А впервые это произошло в 1891 году. Он приехал в имение своего старшего брата Николая, которая находилась в селе Уколово Золотухинского уезда. Нужно сказать, что в семье Чайковских было семеро детей, дочь и шесть сыновей. Николай и Петр младшие. И с детства они были особенно близки друг к другу. Общие занятия, общие друзья. Николай пошел по стопам своего отца. Закончил горный институт, но по специальности проработал совсем недолго. Применение своим силам он нашел совсем в другом, бурно развивающемся в те годы деле. Он стал инженером путей сообщения Курского участка железной дороги. Дослужился дочина действительного статского советника. Николай Ильич был женат на Курской дворянке Ольге Сергеевне Денисьевой. Собственно, имение Уколова и было ее приданным. Петр Ильич очень любил свою невестку, был привязан к ней и душой и телом отдыхал в семье своего старшего брата. После триумфальной поездки в Соединенные Штаты Америки, где Петр Ильич в качестве дирижера симфонического оркестра открывал Корнеги Холл, концертный зал, который до сегодняшнего дня остается одним из самых известных, одним из самых больших в мире, Чайковский ищет уединения, чтобы продолжить работу над своей оперой Иоланта. Первый приезд в Курскую губернию был недолгим, но оставил глубокие впечатления. Вот что Чайковский пишет своему брату Анатолию. «Своей поездкой я весьма доволен. Уколова и жизнь у Коли мне очень понравились. Чрезвычайно приятно ездить в коренную пустынь, а один день провели у Фета». Афанасий Фетт был соседом Николая Чайковского по имению. И, конечно же, Петр Ильич, творчество Фета было ему особенно близко, попросил об этой встрече. «Вот еще что пишет композитор. Я его видел первый раз в жизни и нашел очень интересным собеседником. Сатых привел меня в восторг. Что за очаровательный уголок эта воробьевка? Настоящее жилище для поэта». Еще раз Петр Ильич приехал в имение своего брата через два года. Тогда, после Англии, где он был принят почетным доктором Кембриджского университета, Чайковский работал над своими новыми сочинениями. Он любил долгие, неспешные прогулки, во время которых обдумывал свои новые сочинения. Он любил и любовался, и наслаждался красотой южнорусского пейзажа. Очень плодотворно поработал над своей новой шестой симфонией. И кто бы мог подумать, что всего лишь через несколько месяцев Петра Ильича в возрасте 53 лет не станет. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ